В Турецкой Анталии, где в эти дни собрались лидеры Большой Двадцатки, подводят итоги встречи. Изначальная повестка саммита сильно изменилась. Главы стран G20 не могли не говорить о том, что сейчас, после трагических событий в Париже, а чуть ранее в Египте, выходят на первый план. Это глобальная безопасность в мире. Переговоры о обсуждении завершились менее двух часов назад. О чем шла речь о решениях и оставшихся вопросах, журналисты узнали от Владимира Путина. Российский президент в эти минуты проводит пресс-конференцию. Всю последнюю информацию из Турции мы надеемся узнать у нашего корреспондента Антона Вольского. Он на прямой связи со студией. Антон, ну подобные встречи всегда завершаются принятием финального документа. Итак, что в этот раз участники вынесли в итоге? Ну, во-первых, действительно, встреча уже завершилась. Здесь сейчас царит некоторое оживление. Летают вертолеты, ездят полицейские машины, что свидетельствует о том, что президенты начинают разъезжаться. Но, безусловно, не все. Как вы правильно сказали, Владимир Путин именно в эти минуты, в этот момент общается с журналистами и рассказывает им об итогах проведенных переговоров не только внутри залов, где проводятся переговоры, но и так называемых на полях саммита, на двухсторонних встречах. Безусловно, в первую очередь, конечно, речь идет о той теме, которая стала главной, а именно противодействию терроризму. По словам российского президента, на этом саммите ощутился некоторый перелом в отношениях между Россией и странами так называемой западной коалиции, поскольку растет понимание того, что с таким злом, как международный терроризм, можно справиться только сообща. И российский президент признался, что предложил, выложил, вернее, достаточно веские доказательства того, что ИГИЛ, организация, запрещенная в России, финансируется из многих стран мира, в том числе и стран-двадцатки. Мы все понимаем и об этом говорили, о том, что нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идёт из 40 стран, причём в том числе из некоторых стран-двадцатки. Обсуждали эту тему, обсуждали необходимость исполнения соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, которая была, кстати говоря, принята по инициативе Российской Федерации по предотвращению и финансированию терроризма и по пресечению незаконной торговли предметами искусства, которые террористы грабят в музеях, на тех территориях, которых захватывают, и по предотвращению незаконной продажи и получения доходов от нефти и нефтепродуктов. Более того, я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса и из самолётов, на которых ясно показаны и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Выглядит это как просто трубопроводные, нефтепроводные системы. Безусловно, это не единственная тема, которая обсуждалась на саммите 20-ки. Следующий очень важный момент – это отношение с Украиной и с украинским долгом. Владимир Путин встречался как раз накануне с директором Международного валютного фонда Кристин Лагар. На этих переговорах, как ожидалось, должна речь пойти о реструктуризации долга в Украине Российской Федерации, который, напомню, составляет 3 миллиарда долларов и должен быть выплачен уже в ближайшее время, в декабре. Так вот, действительно, это подтвердилось. Владимир Путин сказал, что российская делегация выступила с неожиданным предложением и предложила Международному валютному фонду не просто реструктуризовать этот долг, о чём просил Международный валютный фонд, но и просто его растянуть, платёж его растянуть на 3 года. Мы обратили внимание наших партнёров на то, что наш долг является нечастным долгом. Это суверенный долг, который предоставлен Украине на нерыночных принципах, на нерыночных условиях. Это суверенный долг украинского государства. Тем не менее, именно для того, чтобы обеспечить получение денег, возврат этих денег, и для того, чтобы не ставить Украину в сложное положение, мы сделали, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнёрам. Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, а мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил Международный валютный фонд. Нас просили перенести этот платёж на следующий год в объёме 3 миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию, готовы на то, чтобы получить… В этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард. В 2016-м, в 2017-м ещё миллиард, и в 2018-м ещё один миллиард. Но поскольку наши партнёры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований сомневаться в том, что мы получим даже 3 миллиарда в следующем году, а если это так, то нет никаких опасений у наших партнёров выставить гарантии по этому кредиту. И мы попросили таких гарантий либо от правительства Соединённых Штатов, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов. Причём мы надеемся, что этот вопрос будет решён до начала декабря текущего года в силу определённого графика работы Международного валютного фонда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»